Еще о заявлениях. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Ройтерс-журналисты спросили у него, он ответил кратко – нет. Почему? Боится ли Вашингтон разрыва дипломатических отношений с Москвой? Я не знаю, ли это боится или не боится, можно назвать, потому что боязнь – это такая вещь. Я думаю, что и прагматить… Вы знаете, что я небольшой поклонник президента Байдена, но тут тоже нужно иметь разум. Это ядерная держава, и все равно с ней нужно иметь какой-то контакт, и все равно нужно что-то будет делать. Когда она начнет разваливаться, там появятся другие лидеры, с ними тоже надо будет договариваться, с ними тоже надо будет вести диалог. Поэтому разрыв дипломатических отношений с Россией просто не прагматичен на сегодняшний день. И мы знаем, что посол Соединенных Штатов Америки подал в отставку в России. Посол, который находится в России, он подал в отставку. И в Евросоюзе синхронно также. Да, вот поэтому там это такое, это начало разрыва дипломатических отношений. Это все не просто так, это такие жесты, которые показывают, что мы с вами не дружим. У нас с вами огромные проблемы, вы должны их решать, то ваша проблема, а не наша. Таким образом. И это не прагматично. Поэтому если сейчас объявить Россию в Соединенных Штатах страной террористов, спонсирующей терроризм, что она и есть. Она всегда, Советский Союз всегда спонсировал терроризм. Россия всегда спонсировала терроризм. Это никакая не новая вещь. Просто они начали Третью мировую войну против всего мира. Это просто Украина сегодня за весь мир воюет. Это уже всем понятно. И я думаю, что там тоже не все идиоты сидят, алкоголики и бездельники. Там тоже есть мыслящие люди. Они понимают, что у них огромная-огромная проблема, которую они должны решать. Поэтому порвать дипломатические отношения, это не совсем, я думаю, прагматично сегодня и не поможет Украине. Если Америка это сделает, то все остальные страны должны будут тоже повторить за Америкой. Это так, но это уже и сейчас происходит. Для этого не нужно разрывать дипломатические отношения. Все это происходит и так. Просто там еще один пункт включается в этом, когда ты объявляешь страну спонсором терроризма. Ты лишаешь их дипломатов дипломатической неприкосновенности. Но это, опять же, в дипломатическом языке ты разрываешь дипломатические отношения. Но никто не пошлет своих дипломатов в страну, если она считается террористической страной. То есть эти дипломаты-террористы потенциально. Поэтому это разрыв дипломатических отношений. В принципе, я думаю, сегодня все уже используется в этом понятии. Если бы объявили Россию страной, спонсирующей терроризм, кроме того, что мы не разорвали дипломатические отношения, а все санкции, все продукции двойного назначения, экспорты, все это уже работает в России, работает уже довольно-таки давно. Я бы сказал, началось это еще с 2008 года.